В Красноярске стартовал 15-й международный турнир по танцевальному спорту Огни Большого Города. Соревнования за 14 лет стали брендом сибирского региона. Сюда уже традиционно приезжают лучшие пары мирового танцевального спорта. Наш корреспондент Алина Штоколова на прямой связи со студией. Алина, добрый вечер. Расскажите, что сейчас происходит на паркете. Ксения, здравствуйте. Сегодня вечер каких-то очень красивых, очень интересных событий. Наверное, как полагается вечером пятница. Сейчас мы находимся в МВДЦ Сибирь. Здесь проходит турнир Огни Большого Города. Проходит уже в 15-й раз. И, по словам организаторов, год от года интерес к нему растет. В этот раз в нем принимают участие больше полутора тысяч пар из 24 регионов России и за рубежом. События действительно очень красивые. Я предлагаю вам на это посмотреть. Вот сейчас пары готовятся к выходу на паркет. Здесь стоит какая-то особенная атмосфера. Я не знаю, из-за чего. Может быть, из-за музыки, может быть, из-за шикарных костюмов, может быть, из-за самих танцев. Сейчас ребята пока еще готовятся выступать. На паркете сейчас самые молодые участники соревнований. Сегодня как раз-таки первый квалификационный день. Помимо начинающих пар, на паркет выходят еще и юниоры, и молодежь. Также взрослые пары. Вот завтра и послезавтра здесь уже выступят опытные спортсмены, в том числе и мастера спорта международного класса, чемпионы России и мира. В эти дни программа турнира разделена на дневную и вечернюю части. С 9 утра до 6 вечера проходят отборочные соревнования. А затем уже можно будет увидеть полуфиналы и финалы. Вот, собственно говоря, что сейчас мы и можем наблюдать. Здесь участвуют уже самые сильные пары, которые прошли отбор. В европейской части программы исполняют вальс, как венский, так и медленный, крик-степ, фокстрот и танго. В латиноамериканской программе румба, басадобль, ча-ча-ча и джайв. Здесь ждут всех ценителей прекрасного. Посмотреть действительно есть на что. Так что, Ксюша, если у вас будет время, обязательно приходите сюда. У меня на этом все. Спасибо, Алина.